Выше сказанное, и все у тебя приходит в беспорядок. Как больны горячку, не имея никакой причины обвинять прислуживающих им, по другому влиянию болезни бывают недовольны всеми. Отталкивают пищу, оскорбляют врачей, гневаются на домашних и обижают служащих. Так точно одержимы этой тяжкую болезнью, беспокоятся и негодуют, постоянно представляя себе влудницу. О, тяжкие дела! Волк, лев и прочие звери, быв ранены стрелой, убегают от охотника. А человек, одаренный разумом, получив рану, стремится к той, которая ранила его, чтобы получить ей еще жесточайшую рану и находит удовольствие в этой ране. Это прискорбнее всего и производит неизлечимую болезнь. Ибо кто не ненавидит свои раны и не хочет избавиться от нее, тот как станет искать врача. Потому я искорблю и терзаюсь, что вы приходите оттуда, получив такую заразу и за малое удовольствие, навлекаете на себя непрестанное мучение. Подлинно! Еще прежде гиены и тамошнего мучения, вы уже и здесь подвергаете себя крайнему наказанию. Не крайне ли, скажешь мне, мучение питать такую похоть, постоянно воспламеняться и везде носить с собой огонь непотребной любви и угрызения совести? Как ты приступишь к порогу этого святилища? Как прикоснешься к небесной трапезе? Как будешь слушать беседу о целомутрии, весь покрыто такими язвами и ранами, имея душу порабощенную страсти? Посему я предупреждаю и объявляю громким голосом. Если кто после этого вещевания и наставления пойдет на нечестивые гибельные зрелища, того я не впущу внутрь этой ограды, не сделаю причастником таинств, не позволяю ему прикоснуться к священной трапезе. Но как пастыри отделяют шлудливых овец от здоровых, чтобы болезнь распространялась и на прочих, так точно поступлю и я. Ибо если в древности прокаженный должен был оставаться вне стана, и хотя бы это был царь, он выводился туда с диадемою, то тем более мы изгоним прокаженного душой из этого священного стана. Вначале употреблял увещание и совесть, а теперь после такого вещевания и наставления необходимо наконец прибегнуть и к отсечению. «Ибо хотя я не имею железа, но я имею слово, острейшее железо, хотя не имею огня, но есть у меня учение, пламенейшее огня, и могущее жечь сильнее. Не презирай же нашего приговора. Хотя мы не важны и весьма смиренны, однако по благодати Божией мы получили достоинство, по которому мы можем сделать это. И так, да будут отлучены те, такие люди, чтобы здоровые у нас сделались более здоровыми, а больные восстановили себя от тяжкого недуга. Если вы вострепетали, услышав этот приговор, ибо я вижу всех воздыхающими и сокрушенными, то пусть они переменятся, и приговор будет отменен, «Ибо мы получили власть как вязать, так и разрешать, и опять приводить». Итак, пусть не входит в церковь никто из предающегося этому прелюбодеянию, но пусть будет он отважен, отвержен и вами, и станет общим врагом. Аминь. 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 Аминь.